Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, результаты квантово-механического решения задачи я показал дателю преломления газа. Но мы будем говорить не про n, а про ε. Для газа из атомов Томпсона ε от ω равнялось 1 плюс квадрат плазменной частоты ω с ноликом минус ω. Всё в квадратах, минус 2 и βω. Если решать задачу корректно методами квантовой механики, а там это делается в так называемом втором порядке теории возмущений, там сперм-то вознемного. Однако ответ получается такой. Продолжение следует... Вместо одного слагаемого, которое добавляется к единице, добавляется целая серия слагаемых. Вообще их бесконечно много. Они устроены, каждый из них, в общем-то так же, как устроена слагаемая, проистекающая из поляризуемости атома Томпсона. Только слагаемых много, и у всех этих слагаемых своя резонансная частота, ω с ноликом житая. И у каждого из этих слагаемых своя константа радиационного затухания. И кроме того, все эти слагаемые умножаются, каждая слагаемая умножается на некоторое число f житая. Эти числа довольно хитрые, они безразмерные. И если их все сложить, то в сумме получается число электронов атоми. Ну, это можно так интерпретировать. Конечно, когда-то в начале квантовой механики были попытки какой-то ее полуклассической интерпретации. Говорилось, что у электронов в атоме есть несколько резонансных частот. А f житая – это вероятность колебаться электрону на одной из резонансных частот. Ясно, что если мы сложим все вероятности, для одного электрона мы получим единицу, а если электронов больше, ну, тогда число электронов. f житая носит название силой осциллятора. Такое странное немножко название. Но оно выжило и в квантовой механике. Но вот теперь, что касается резонансных частот, то для них рецепт определения следующий. Если мы нарисуем график зависимости, одномерный график, диаграмму скорее, разрешенных энергий для электрона в атоме, то, как вы, наверное, хорошо знаете, появятся отдельные значения энергии электрона, которые возможны для электрона в атоме. Эти значения называются энергетические уровни. Так вот, омега с ноликом житое устроено так. Вы должны взять два каких-то уровня, найти их энергии, ну, WKT и WMT. Вычесть из одного другое, поделить на постоянную планку, это будет одна из резонансных частот. Ну, лучше ее не одной буквой жена воззвать, а двумя, KM, поскольку она связывает два уровня. Ну, уже это некоторый индекс, который нумерует всевозможные пары букв KM. Ну, иногда говорят всякие там сказки, что если электрон прыгает с этого уровня на этот, то он излучает фотон в соответствующей разности энергии частоты. А если фотон летел, и тут был электрон, фотон может поглотиться, электрон прыгнет наверх. Вот какие-то такие сказки любят говорить. Фотон летел, фотон поглотился, электрон прыгнул. Потом находятся люди, которые начинают думать, а сколько времени летит электрон с одного энергетического уровня на другой. Наверное, чем дальше уровень, тем дольше он летит. Ну, и там дальше начинается всякий маразм. Господа, это вообще в пространстве энергии происходит. Не надо думать, что он с полки на полку летит. Да не надо думать, что фотоны на самом деле есть. Да не надо думать, что электроны на самом деле есть. Просто есть некоторый квантово-механический способ расчета этих частот. электрон, если вы к нему рисуете электрон, это на уровне нашей классической интуиции чуть-чуть мозгам помогает запомнить формулу. Не надо пытаться все понимать слишком буквально. вот электрон в атоме. Вы что, видели хоть один электрон в атоме? Вы хоть один атом видели? Вот это оно. Но некоторые детские картинки с помощью атомов, молекул, соединенных палочками, помогают легче воспринимать формулы, которые правильно описывают в результате эксперимента. Дальше. А вот бета-житое вообще интересно считается. Вот если у нас есть два уровня, между которыми возникает резонансная частота, то с этого уровня, или как бы, сидя на них, как бы электрон может прыгнуть вниз. Если там несколько уровней, то с этого уровня он может прыгнуть сюда и сюда. А вот с этого уровня он может прыгнуть сюда, вниз, сюда, сюда, сюда. И вот они иногда прыгают. Так вот, оказывается, бета, это суммарная вероятность за единицу времени электрону свалиться с этого уровня на все нижележащие. Вернее, для этого уровня есть такая суммарная вероятность. Ее называют АКТ. Это суммарная вероятность в единицу времени электрону вниз свалиться. А здесь суммарная вероятность АМТ. Эти А называют константами радиационного распада. Так вот, бета – это полусумма этих двух константов. Просто обычно в курсе оптики пишут, в курсе оптики и атомной физики говорят, что здесь надо рассказывать основы квантовой механики, это полный бред. Вы видите, что получается. Я говорю, какие-то слова, которые лучше не верить, потому что лучше уж знать правильные слова или ничего не знать. Иначе люди делают такие открытия и начинают убежденно говорить такую ересь. Говорят, ну как же, электрон, он такой шарик, вот, со знаком минус. А другие говорят, да нет, электрон, это такое облако. Я всегда спрашиваю, какого цвета? Там всё будет совсем-совсем на другом языке. Там будут эрмитовские самозакряжённые операторы, операторы рождения, операторы уничтожения, собственные числа операторов, собственные состояния, базисы собственных состояний. На что люди, которые любят побалакать в интернете, начинают говорить, ну это какая-то математика. Да, это математика. И не какая-то, а очень крутая. И вам эту математику в следующий семестр осваивать. Всё это будет по сравнению с тем детские шутки. Но результаты иногда будут получаться похожими на то, что мы сейчас получим. Поэтому на самом деле действительно и мнимые части показателя преломления от частоты выглядят так. N штрих от омега. Это около единицы. Вот такие всплески. А N2 штриха от омега Выглядит примерно так. Поэтому говорят, что классика даёт правильное поведение показателя преломления около одного резонанса, но общей структуры резонанса в классика дать не может. Я это вам здесь говорю, потому что это с одной стороны для тех, кто так или иначе занимается оптикой важно, но я не думаю, что мы в квантовой механике до этого доберёмся. Я думаю, вы погибнете раньше. До сих пор как-то мне не удавалось продвинуться дальше первого порядка теории возмущения. А это эффекты более высоких порядков. Ну, вот так. Как-то вот так. Ну, это тоже всё плохая правда. Потому что пока мы с вами занимались только газами. И хоть я и говорил, что стекляшка там лежит в таком-то месте здесь, стекляшка это вообще не газ, это конденсированная среда. А в конденсированной среде всё совсем-совсем не так. Поэтому сейчас немножко вернёмся к классике, но поговорим о распространении света в конденсированных средах. Потому что в разреженных-то газах всё почти как в вакууме. Обычно в оптике говорят о распространении света там в стекле, в воде, где показатель преломления от единицы то уже начинает отличаться. Ну, мы будем рассматривать случай. Понятно, что молекула в веществе окружена вакуумом. У неё нет соседей, которых она касается. Даже в конденсированном диэлектрике вокруг молекул нет ничего, кроме молекул. И никакого вещества вокруг нет. Поэтому когда мы издалека смотрим на вещество, мы можем себе представить непрерывное вещество. Но когда мы смотрим на саму молекулу, тут уж ничего не поделаешь. Придётся считать, что она находится в вакууме. Ну, поэтому хорошей моделью молекулы в веществе является примерно такая штука. Вот имеется кусок вещества. В этом веществе вот сюда бежит волна. У волны поле Е смотрит вот сюда. Оно меняется от точки к точке. Но мы будем считать, что молекула находится в дырочке, где нет вещества, и размер этой дырочки гораздо меньше, чем длина волны. Поэтому на характерном расстоянии между молекулами длина волны гораздо больше, и тогда электрическое поле, вот если у нас есть тут одна молекула, здесь вторая, то электрическое поле на этих масштабах вообще говоря, постоянно. Так-то оно дальше меняется в волне по синусоидальному или по синусоидальному закону, но на расстояниях гораздо больше, чем расстояние между молекулами. Поэтому, если мы рассматриваем вот какую-нибудь молекулу, то она окружена сферической полностью из вакуума, а дальше там другие молекулы. Если сейчас поле такое, то все эти молекулы поляризованы. Но, правда, конечно, они могут качаться с некоторым опережением или запаздыванием поля, мы помним, у нас поляризуемость комплексная, но главное, что они все качаются синхронно, потому что их раскачивает синхронно бегущая плоская монохроматическая волна. Но вот пусть они все поляризовались так, что у них сейчас все плюсы тут. Дальше идут пружинки. Дальше идет слой минусов. Дальше идет слой плюсов следующего слоя молекул. тут 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 дальше есть слой минусов. Пружинки деформированы, тут висят минусы. Потом снова слой плюсов. минусы. Снова слой минусов. Ну и последний слой плюсов. Там слой минус. плюсы минусы. И слой минусов дальше идёт. Там далеко от нашей рассматриваемой молекулы плюсы и минусы хорошо перемешаны между собой и в первом приближении они вкладыв в поле, которое чувствует наши молекулы, не дают. А вот ближайшие соседи вылезли к этой полости с этой стороны плюсами, а с той стороны минусами. И поэтому ближайшие соседи создают здесь еще дополнительное электрическое поле, которое помогает полю волны. Поэтому суммарное поле электрическое, которое чувствует наша молекула, это то, что называется микроскопическое поле, это поле волны плюс поле ближайших соседей. И тогда дипольный момент, который наводится на нашей молекуле, будет равен поляризуемости этой молекулы на микроскопическое поле. Теперь возникает вопрос, как считать микроскопическое поле. Если бы полости не было, а все было бы равномерно заполнено веществом, никаких дополнительных зарядов от соседей не было и никакого микрополя бы не было. Поэтому вина в появлении дополнительного поля соседей состоит в том, что сама молекула окружена шариком из неполяризованного вещества. Если бы все вещество было поляризовано микрополя бы не было. Вот это, не микро, а вот этого поля не было. Но шарик из неполяризованного вещества, из вакуума, можно представить себе, будто весь этот объем заполнен однородным диэлектриком без дырки, но сюда вставлен шарик, поляризованный в другую сторону. Это я к тому, что поле дополнительное внутри дырки эквивалентно полю шарика из вещества с обратной поляризацией, который поляризован вот в эту сторону. Сюда смотрит вектор поляризации. Естественно, если все молекулы растянулись вниз, то тогда на этой стороне шарика выступят минусы. Мы с вами помним, что вектор дипольного момента, а значит, поляризация направлена от минуса к плюсу. А здесь выступили плюсы. И, естественно, эти выступившие заряды вот создают такое же поле, как то, которое мы увидели, поле от соседей. Теперь возникает вопрос, как сосчитать поле внутри однородно поляризованного вещества. Но мы когда-то это делали в электростатике. Такое однородно поляризованное вещество можно представить как сумму двух шариков, один из которых отрицательно заряжен, а другой заряжен положительно. Так что центры этих шариков смещены на расстояние, равное размеру поляризованной молекулы. Тогда именно здесь с этой стороны выступают нескомпенсированные минусы, а здесь выступают нескомпенсированные плюсы. Тогда, если нас интересует дополнительное поле внутри такого поляризованного шарика, это поле будет равно сумме полей, чуточку смещенных друг относительно друга, шаров с положительно размазанным зарядом и с отрицательно размазанным зарядом. Соответствующие поля мы с вами когда-то считали в электростатике. Я, собственно говоря, пока вам напоминаю то, что было в электростатике. И вот это поле дополнительное, соседей, оказывается равно минус 4 третьих Пи-Пэ, где П – вектор поляризации вещества. Тогда мы можем здесь написать, что дипольный момент – это будет альфа от омега, на поле волны, которое мы раньше учитывали, плюс 4 третьих Пи-Пэ. Тут минус, но у нас здесь поле поляризовано в обратную сторону по сравнению с веществом. Поэтому на самом деле это поле усиливает исходное поле. Если я теперь это равенство умножу на N, на концентрацию атома, я здесь получу вектор П. Таким образом, получается, что вектор П, поляризация, равен N альфа от омега, это все, конечно, на частоте омега, на Е плюс 4 третьих Пи-Н альфа от омега П. Ну, вот так. Если мы… Ну, отсюда понятно, что П – это будет N альфа Е на единицу минус 4 третьих Пи-Н альфа. Без учета влияния соседей мы писали, что П – это N альфа на Е. Теперь за счет учета влияния соседей знаменатель чуточку подправлен. В случае газа, когда N мало, это поправка мала по сравнению с единицей, старая формула работает. Тогда D, вектор D, это Е плюс 4 Пи-П. Это будет Е плюс 4 Пи-Н альфа на единице минус 4 третьих Пи-Н альфа Е. Ну, наверное, надо вынести. Это будет единица плюс 4 Пи-Н альфа на единице минус 4 третьих Пи-Н альфа Е. То, что стоит между D и G это диалектическая проницаемость вещества. А на другом языке это квадрат показателя преломления. Продолжение следует... Поэтому N в квадрате, что то же самое, что Эпселл, мы сейчас рассматриваем прозрачные среды, где показать преломление вещества. Это будет единица плюс... А, нет, давайте так оставим. Наверное, так лучше оставить. Это будет единица плюс 4 Пи-Н альфа на единице минус 4 третьих Пи-Н альфа. Я отсюда поляризуемость атома хочу вытащить. И связать ее с показателем преломления. Ну, тогда получится так. N в квадрате без единицы на единице минус 4 третьих Пи-Н альфа равняется 4 Пи-Н альфа, если я не ошибся. Я единицу перенес сюда, умножил на знаменатель. Ну, вроде так. Тогда будет N в квадрате без единицы. N в квадрате без единицы минус 4 третьих Пи-Н альфа на N в квадрате без единицы равняется 4 Пи-Н альфа. Или N в квадрате без единицы равняется 4 Пи-Н альфа вынесем. Тогда здесь будет единица, а от переноса этого слагаемого будет плюс N в квадрате без единицы делить на 3. или 4 Пи-Н альфа, а тут будет 3 плюс N в квадрате без единицы. Это будет N в квадрате плюс 2 делить на 3. что-то страшное получается. Отсюда поляризуемость атома Томпсона, или вернее атома альфа, будет равняться 3 на 4 Пи-Н N в квадрате без единицы на N в квадрате плюс 2. Это уже почти победа, надо сообразить, что такое N, концентрация. Значит, концентрация, по-моему, ее можно так сосчитать. Можно взять концентрация, это число частиц в единице объема. Если мы возьмем плотность, это масса вещества в единице объема, и поделим на массу одной молекулы, то это будет как раз концентрация. Если концентрацию умножить на... Ну да, тогда здесь вместо N можно написать рог M, и M можно перенести сюда. тогда будет так. Произведение массы молекулы на поляризуемость ее это будет 3 делить на 4π единица на плотность на N в квадрате без единицы на N в квадрате плюс 2. Потрясающий результат. Если подумать, я, конечно, не говорил, что я хочу сделать, но зато, честно, что я и сделал. Слева стоят характеристики одной молекулы масса и поляризуемость, которую можно считать в разных моделях, скажем, модели атома Томпсона или можно считать квантово-механически. Но это вещи, которые черт из 2 померишь, их надо считать. А справа, господа, плотность это то, что измеряется на эксперименте. Показатель преломления тоже то, что измеряется на эксперименте. Ну, например, вы можете кинуть свет на границу раздела, посмотреть, под каким углом он пойдет. По преломлению света можно, наверное, вытаскивать и еще как-то. Поэтому у нас получилась связь микрохарактеристик вещества с его макросвойствами. Ну, а теперь возникает одна идея. Наверное, тому, что происходит внутри молекулы, в первом приближении наплевать на то, в каком агрегатном состоянии находится вещество. Ну, агрегатное состояние это общая структура молекул. А что там внутри происходит? Наверное, независимо от того, жидкая, твердотельная или газовая фаза вещества внутри молекул всегда все происходит примерно одинаково. Отсюда идея. Вот эта штука называется удельная рефракция вещества. И вот эта штука должна быть инвариантна относительно агрегатного состояния. Потому что справа стоят микрохарактеристики этого вещества. Отсюда простой эксперимент. Давайте мы возьмем что-нибудь довольно... Ну, можно не только с водой делать. У воды есть агрегатных состояний. Вода, лед, пар. Для первого, второго и третьего можно мерить плотность. Для первого, второго и третьего можно мерить показатель преломления. Утверждается, что если такую хрень сосчитать, измерив для воды, льда и пара, должно получиться одно и то же. Для воды, льда и пара плотности разные, показатели преломления разные. Но вот эти комбинации должны давать константу. Она с жуткой точностью оказывается константа. А это означает, что, наверное, то, что мы с вами сейчас делаем, не совсем сказано. Вот оказывается плотность вещества с его показателем преломления связана вот таким жутким соотношением. что вот эта комбинация единица на ро n квадрат без единицы на n квадрат плюс 2 есть вариант относительно агрегатного состояния. Сладает правду. Да, Сергей, у меня лекция. Что вы хотите? Алло. Ну и последнее, что хочется о чем немножко рассказать, это распространение... Мы сейчас говорим с вами о реальном распространении света в реальных веществах. Ну, наверное, уж последний вопрос отдельно сделаем. Много наговорил. Спасибо. Спасибо. .